Тема, которая рассматривается в сюжете, болезненна и актуальна во все времена. Миллионы детей в разных странах мира подвергаются насилию. Они становятся жертвами убийц, насильников и торговцев живым товаром. Дети страдают от физической и психологической жестокости. Существует множество правил, как ребенку сохранить свою жизнь при посагательстве на нее со стороны преступников. Объясните своему ребенку, что ему ни в коем случае нельзя разговаривать на улице с посторонними людьми. Объясните ребенку, что ему не нужно заходить в лифт, либо в подъезд с незнакомыми людьми. Обязательно объясните своим детям, что им никто не должен делать подарки, покупать для них какие-то предметы. Если у ваших детей появились такие предметы, спросите у них, кто и зачем дал им эти вещи. Не разрешайте детям садиться в машину с незнакомыми людьми, показывая дорогу. Если ваш ребенок увидел, что рядом с ним притормаживает машина, ребенок должен обязательно отойти в сторону, либо перейти на другую сторону улицы. Объясните своему ребенку, что ему ни в коем случае нельзя впускать в дом или в квартиру посторонних людей. Если к нему пришли почтальон, сантехник, электрик, человек, который будет проверять свет или газ в квартире, либо проводить ремонтные работы, объясните ребенку, что ни в коем случае такого человека впускать в дом нельзя. Если ребенок остался в доме один или в квартире, он может позвонить соседям, либо своим родственникам или близким знакомым и сказать, что к нему пришел человек, который требует его впустить в дом. И объясните ребенку, что ему следует разговаривать с таким человеком только за закрытой дверью, чтобы не стать жертвой преступления. Девочкам-подросткам необходимо объяснить, что гулять в компании допоздна, употреблять спиртные напитки, либо другие слабоалкогольные напитки недопустимо до достижения ими 18-летнего возраста. По мнению старшего следователя, родителям нужно проводить доверительные беседы с детьми. Вообще не давать им понять, что они всегда находятся под вашей защитой и что вы, как родитель, их всегда будете поддерживать. Также у вас с ребенком должны быть особенные договоренности. Со своим ребенком договоритесь обязательно, каким путем и по какому маршруту он будет следовать в школу и из школы. Этот маршрут должен быть одним и тем же. Договоритесь о том, что у вас будет особый сигнал тревоги, либо в телефоне, смс, либо какое-то слово. Либо в случае, если ребенок не сможет вам сообщить, он может через кого-то передать, либо сообщить вам в телефонном режиме. Договоритесь, что ребенок всегда будет с вами на связи в телефонном режиме. Установите особый режим в телефоне. Сейчас средства настоящей связи позволяют вам это сделать. В случае, если он стал свидетелем какого-либо преступления, совершенного в отношении другого ребенка, других детей, он должен незамедлительно об этом сообщить преподавателю, взрослому человеку, вам и обязательно позвать на помощь взрослых. Старший следователь подчеркнула, если ребенок стал жертвой преступления, ни в коем случае нельзя винить его в случившемся. В этот момент детям нужна родительская поддержка, а мамам и папам стоит помнить и выполнять несколько правил для скорейшего разоблачения преступника. Во-первых, обязательно и незамедлительно обратиться в полицию, не стирать вещи, в которых был ваш ребенок, не мыть руки ребенку и самого ребенка не купать, для того, чтобы не уничтожить следы преступления. Многие слышат истории про различного рода преступления, совершающиеся в отношении детей. Но стоит помнить, что именно от взрослых зависит благополучие юных граждан. Не будьте безразличны к их судьбе, ведь часто в беду попадают те дети, которым дома не хватает любви, ласки и понимания. Субтитры создавал DimaTorzok